Тема замерзающих домов в нынешнем январе как никогда актуальна. Подмосковный, Подольск, другие города страны. Жалобы от жильцов приходят из большинства субъектов. Коммунальщики в ответ сетуют на небывалые холода, которые нагрянули, как всегда неожиданно. Однако далеко не всегда во всём виновата матушка зима. Нередко люди мёрзнут по причине плохой работы управляющей компании. Этот дом находится в более чем престижном месте за Волжью. Окна глядят на площадь мира. Словом, жильцы раньше были весьма довольны. Даже если обитали в комнатах, два этажа Сталинки представляются в общежитии. Когда-то вполне комфортные. Чистый коридор. У нас недавно был ремонт сделанный. Всё чистенько было, всё замечательно. Весели цветы, люди пироги пекли. Наслаждаются нормально, жили нормальной жизнью. И тепло было зимой. Всё изменилось 12 июня 2019 года, когда в одной из комнат произошёл пожар, от которого пострадала значительная часть этого крыла. В том числе и крыша. Пожар был такой силой, что выиграл не только квартиру, но и пострадал коридор. Дверь пострадала. И на сих пор уже пять почти лет прошло с момента пожара. Однако копоть на стенах такая, как будто пожар был буквально только вчера. Поначалу жильцы надеялись, что всё будет быстро восстановлено. Почти тут же городские власти пообещали провести капремонт. Более того, дом под управлением взяла УК «Лазурь». Однако с каждым годом, по словам жильцов, становилось всё хуже и хуже. Ну вот как, после пожара, ещё вот эта управляющая компания, когда пришла, уже стало, конечно, очень плохо. Зачем они нас тогда взяли, если они ничего не хотят делать? Странно. С наступлением нынешней зимы жильцам совсем стало не в моготу. В ноябре в комнатах было плюс 16, а когда ударили морозы, столбики термометров упали до плюс 10, а затем и ниже. А ведь здесь люди проживают в том числе и с маленькими детьми. Очень тяжёлые условия, дети замерзают, спим в одежде. Вот обогреватель, которым мы, как говорится, обогреваемся. Вообще было 5 градусов. Ну 5 градусов, 33. Ну нет слов, короче, одни эмоции. Жильцы обращались в администрацию района, в госжилинспекцию, в прокуратуру. К ним приходили, цокали языками, обещали содействие. Однако по факту ничего. Но больше всего людей возмущает реакция управляющей компании. Управляющей компанией Лазурь Прохоров вообще невозможно. Он так с нами разговаривает, что как будто мы ему его подданы. Вот так получается. Плачу регулярно им, а как бы ничего нет. Плачу за коридор даже, который не отапливается. В коридоре холодно, потому что та самая злополучная комната, где произошло возгорание, так и не закрыта. Окна не вставлены, а кое-как прикрыты фанерой. Собственник Минобороны, как и ряда таких же помещений. В управляющей компании уверяют, что жильцы сами должны взаимодействовать с военным ведомством. Как в плане ремонта коридора, так и восстановления газопровода, который был срезан частично во время пожара. Между тем, юрист Ирина Зубкова считает, что УК не имеет права быть тут сторонним наблюдателем. Управляющая компания в данном случае должна как минимум направить претензию Минобороны с требованием, если там в помещении холодно, закрыть дверь, восстановить окна, восстановить газоснабжение. Потому что оно отключено по причине пожара. Если коридор действительно относится и зарегистрированы права за Минобороны, то, соответственно, ремонт коридора осуществляет Минобороны. Мы хотели предоставить слово представителям той самой УК «Лазурь». И они даже назначили нам встречу возле дома. Однако на рандеву коммунальщики так и не вились. По телефону сославшись сначала на занятость, а потом добавив, что они вообще, дескать, не медийные. А ещё печальнее всего, что, судя по словам жильцов, они давно не являлись по их адресу для полноценного обслуживания вверенного им дома. Тогда как тут точно есть к чему приложить руки.